Ислам Кадыров бьет электрошокером женщину. Закадровый текст поясняет, что она мошенница, у которой мэр требует имена сообщников. На кону судьбы десятка обманутых людей. Женщины упорно не признаются в совершении преступления. Не остается никакого другого способа, кроме как запугать преступниц, чтобы вернуть потерпевшим деньги. А так Ислам Кадыров угрожает обвинениям в связях с террористическим подпольем. А на этих кадрах бывший мэр наносит ночной визит человеку, у которого скопились большие долги за ЖКХ. Ислам Кадыров – троюродный племянник Рамзана Кадырова. Он женат на племяннице жены Рамзана Кадырова. Ислам Кадыров – самый молодой мэр в России. Свой пост он занял в 2012 году, тогда ему было всего 25 лет. Новая газета пишет со ссылкой на свои источники, что корни этой истории надо искать в 2016 году, когда на главу Чечни готовилось покушение. Версия новой газеты. У Ислама Кадырова есть двоюродный брат Валид Ехиханов. Пользуясь близкими отношениями, он выведал секретный телефонный номер Рамзана Кадырова, который знает буквально несколько человек. Ехиханов якобы передал его «бодруди Ямадаеву», одному из двух выживших братьев Ямадаевых. Ямадаевы не менее знамениты, чем Кадыровы чеченский клан. Выжившие братья считают Кадырова виновным в убийстве депутата Госдумы Руслана Ямадаева и командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Они были противниками нынешнего главы Чечни и в начале его карьеры делали ставки на другого кандидата в президенты республики. После их смерти между кланами появилась кровная вражда. В январе 2017 года Следственный комитет Чечни возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Рамзан Кадыров сам подтвердил слухи о готовящемся на него покушении. «Новая газета» утверждает, что покушение готовилось в селе Беной, где у Кадырова есть большая резиденция. Силовики обнаружили там схрон со стрелковым оружием и гранатометами. Имена четверых задержанных силовики назвали, они связаны с Ямадаевыми, но задержанных в секретных тюрьмах было значительно больше. Бенойовский заговор против Кадырова стал самой масштабной попыткой физического устранения главы Чечни и его ближайшего окружения. Информация о нем тщательно скрывалась. Через три месяца должны были состояться выборы главы республики. Елена Милашина, автор этого материала, пишет, что у Кадырова был шок, когда на его секретный номер позвонил его заклятый враг. После тщательного и очень жесткого расследования стало ясно, как произошла утечка телефонного номера. После этого ислам Кадыров появился на заседании правительства с загипсованными руками, отмечает новое. Потом он лишился поста мэра города, недолго проработал советником в администрации главы республики, а сейчас находится фактически под домашним арестом. Ислам Кадыров лишился почти всего нажитого за время своей чиновничьей карьеры. Наш источник республики считает, что версия новой наиболее достоверна.